Всем нам приходилось встречаться с людьми, которые казались нам вылитыми портретами других известных нам лиц. Да, может быть, с внешней стороны они действительно были похожи друг на друга, как, например, есть близнецы, которых трудно различить. Но можно ли сказать, что и они совсем одинаковы, даже если взять только их внешнюю сторону? Мы знаем, что точно так же, как нет двух одинаковых снежинок, точно так же нет в мире двух одинаковых людей. Ни по внешнему виду, ни по характеру. Вот, дорогие друзья, почему с каждым Бог поступает индивидуально, и почему нет два одинаковых обращения. Бог учитывает разность наших характеров в своем обращении с нами. И это мы видим во всех обращениях, упомянутых в Библии. Возьмем, например, тех пять обращений, упомянутых в первой главе Евангелия Тьяна. Каждый из этих пяти людей пережил свою встречу с Иисусом Христом по-разному. Эту истину хорошо помнить, когда мы приводим души ко Христу. Мы не должны быть связаны к одному, какому-нибудь методу. Бог во всех своих действиях и методах оригинален. И если мы исполнены Его Духом и водимы им, то мы обнаружим, что с каждой душой подход будет разный. Дух Божий не терпит шаблонности. Его действия неповторимы. Они всегда новые и всегда они свежи. Вот почему так важно быть полностью под Его водительством, когда мы приводим людей к Иисусу Христу. И вот в нашем сегодняшнем разборе я хотел бы с вами познакомиться с пятым человеком, упомянутым в этой первой главе Евангелия Тьяна, встретившимся с Иисусом Христом. Это был Нафанаил. О нем и о его обращении мы читаем в последних семи стихах этой первой главы Евангелия Тьяна. Хотя с именем Нафанаил мы встречаемся только в Евангелии Тьяна, все же нам известно, что он стал одним из двенадцати апостолов и назван другими евангелистами Варфоломей. Следует также отметить другой интересный факт, что в каждом случае, будь оно в Евангелии Тьяна, Матфея, Марка или Луки, Нафанаил и Варфоломей всегда упомянут вместе с Филиппом. И не мудрено, так как он тот, который привел его к Иисусу Христу. Об Иисусе Христе впервые Нафанаил услышал из уст Филиппа. Он ему сказал, мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Мы знаем, что в основном есть только два рода людей, спасенные и не спасенные, дети Божии и дети мира, возрожденные и невозрожденные. И при том мы знаем на основании Слова Божия, что человек может стать чадом Божиим только рождением свыше. Сам Спаситель сказал, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. И дальше Слово Божие ясно говорит, что все согрешили и все лишены славы Божией, нет праведного, нет ни одного. Но сказав это, мы обнаружим, что в своей притче о Сеятеле Христос указывает на разные качества почв. В этой притче говорится о семени, павшей при дороге, то есть на потоптанную землю, иное на каменистые, другое в заросшие тернями, а иное в добрую землю. Эту последнюю добрую землю Христос уподобил доброму и чистому сердцу. Эта чистота и доброта сердца, однако, недостаточно для спасения. Не в этом смысле следует нам понимать эту почву, но что она приготовлена к воспринятию Евангелия. Есть люди, которые готовы принять Христа, им только нужно услышать и узнать о Нем, и они готовы Его верить и принять Его как своего личного Спасителя. Да, это души, которые ищут Бога, и их Господь называет доброй землей. Нафанаил был именно таковым. И об этом мы слышим прямо из уст Спасителя. Когда Христос увидел его, то говорит ему, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Это не был извилистый, хитрый, скользкий, двухличный человек. Такие люди говорят одно, а думают другое. Нафанаил не был таковым. Это была открытая истина и прямая душа. Это был человек без лукавства. В нем не было никакого лицемерия. Он был прост, как ребенок, и прозрачен, как хрусталь. Да, Бог принимает самого худшего грешника. И нет такого, которого благодать Божия не могла бы спасти. Но в то же время, если грешник не искренен и не честен перед Богом, то Бог ничего с ним не может сделать. «Вот на кого я презрю, — говорит Господь, — на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом Моим. Тот, кто приходит к Богу в сокрушение, исповедуй свой грех. Ему принадлежат слова, сказанные в первой главе пророка Исаия, «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». И вот мы видим в Нафанаиле искренного и честного искателя истины. И к нему Христос идет навстречу. Да, мы знаем, что Филипп привел его к Иисусу. Но заметьте, что Христос сказал Нафанаилу, «Прежде нежели позвал тебя, Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Да, Филипп его приводит к Христу, но Христос его заметил еще до этого. По всей вероятности, Иисус до своей встречи с ним не видел Нафанаила своими физическими глазами. И все же он все знал о нем. «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства», — говорит он ему при первой встрече. Как мог он это знать? Притом он говорит, «Прежде нежели позвал тебя, Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Кто может так знать и видеть? А только Бог. Это знание и это видение именно и убедило Нафанаила, что Иисус из Назарета никто иной, как сам Сын Божий. «Рави!» — восклицает Нафанаил. «Ты, Сын Божий, Царь Израилев». И тут следует отметить одну интересную истину. Хотя Христос его и знал, и видел прежде, чем Филипп ему сказал о нем, тем не менее Филипп должен был сказать Нафанаилу о Христе. «И привести его к нему». Что это говорит нам? А то, возлюбленные, что есть души, готовые принять благую весть, а не готовы верить и принять Христа, не достает только одного, чтобы кто-нибудь пошел к ним и сказал им об Иисусе. «Да, Господь видит эту жаждущую душу там, под ее смоковницей, которая только ожидает, когда ты подойдешь и укажешь ей путь спасения». Но ты говоришь, «Я такой слабый и несовершенный, я не умею говорить, я еще так мало знаю о Христе». О, дорогой друг, эти извинения без основания. Андрей не был проповедником, он не был богословом, неопытным долголетним верующим, и все же он привел своего брата Симона ко Христу. И посмотрите, какую рыбу он поймал. Это была не рыба, а целый кит. Да, ведь Христос сказал, «Я сделаю вас ловцами человеков, и вы будете мне свидетелями». Как скоро начал Андрей свидетельствовать? На следующий же день. На следующий же день он побежал к своему брату и сказал, «Мы нашли Мессию». Это все, что он сказал. Но это было достаточно, чтобы убедить Симона, что его младший брат знал, о чем он говорит. «Дорогой друг, тебе не надо быть проповедником, чтобы приводить души ко Христу, тебе нужно только самому быть его чадом». Но мы видим также, что приведение человеческих душ ко Христу не зависит от совершенства нашего свидетельства. Хотя Филипп старался точно и детально изложить Нафанаилу о Христе, он тем не менее в своем свидетельстве допускает очень серьезную ошибку. И при том ошибку о личности Иисуса Христа. «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки Иисуса». Да, до сих пор все в порядке, все правильно и точно. Но слушайте, что он дальше говорит. «Сына Иосифова из Назарета». Это была серьезная ошибка. Иисус не был сыном Иосифова. Он был сыном Божьим. И как ни странно, несмотря на эту грубую ошибку, Нафанаил уверовал. Это не значит, что безразлично, говорим ли мы точно или нет. Но в данном случае Филипп лучшего не знал. Причина его ошибки было его невежество. Что в нем похвально, это то, что он говорил то, что знал. Знание его было ограничено. И как мы обнаружили, часть его знания была ложным. Но это не помешало ему засвидетельствовать о своем спасителе. Он не сказал, мы нашли сына Божия. Но прошу отметить, что когда Нафанаил его встретил, то сразу он говорит, ты сын Божий. О, дал бы Господь каждому из нас ревность по приведению душ ко Христу. Мой друг, если ты спасен один только день, тебе не нужно больше ждать, чтобы сказать кому-нибудь о Христе. Если ты познал Христа, как бы ни было бы ограничено твое знание о нем, ты имеешь полное право говорить другим о нем и приводить души ко Христу. И когда они придут к нему, то они сами его познают. И тоже скажут, ты Христос, сын Бога живого. Да, Филипп ему не только сказал, что он знал о Христе, но он привел Нафанаила к Иисусу. Но заметьте, что Нафанаил, хотя и был человек без лукавства, он все же не был без пристрастия. Он имел свои предубеждения, и они ему помешали бы, но Филипп с ним разумно поступил. Вы заметили, как Нафанаил ответил Филиппу? Из Назарета может ли быть что доброе? Он был убежден, что нет. И тут мы видим человека, в котором хотя и не было лукавства, он тем не менее не был без пристрастия. Он имел свои предубеждения, и Филипп вместо того, чтобы с ним спорить, просто говорит, пойди и посмотри. И Нафанаил доказал свою искренность, что в нем не было лукавства тем, что он пошел к Иисусу. Сердце Нафанаила было приготовлено. Он искал истину, он жаждал познать Бога. И когда Филипп ему сказал, пойди и посмотри, Нафанаил сразу откликнулся, пойду и посмотрю. Что лучшего можем мы предложить грешнику, как не прийти к Христу и самому узнать? Самопевец говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Все аргументы, все предрассудки и пристрастия кончаются, когда грешник приходит к Иисусу Христу. Нафанаил был до того искренен, что несмотря на свои предрассудки, он пошел, чтобы узнать, верно ли то, что Филипп ему сказал. Если человек не искренен и не честен, то никакие аргументы, доводы и доказательства его не убедят. Он всегда найдет какое-нибудь извинение, чтобы не верить. Мой дорогой друг, если ты имеешь какие-либо предубеждения относительно Евангелия, то лучшее, что я тебе могу сказать, это прийти к Иисусу Христу самому. Ничто, как личная встреча с Христом, не может устранить все эти преграды. «Приди и увидишь, как благ Господь!» Что Нафанаил сразу же поверил, это мы видим как из его свидетельства, а также из слов Христа. Заметьте, коль скоро Нафанаил говорит, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев!» Иисус ему отвечает, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смокомницей, увидишь больше всего!» Дорогие друзья, когда мы вступаем в союз со Христом, верой, то это только начало. Ты, который познал Христа и принял Его, как своего личного спасителя и Господа, перед тобою самая захватывающая жизнь. Отныне, говорит Христос, будете видеть небо открытым. До сих пор небо было закрыто, но когда Христос входит в нашу жизнь, в наше сердце, небо над нами открывается. Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Дорогие друзья, Христос и Он один является посредником между Богом и человеком. Это Он, который раскрыл для нас небеса. Человек иначе не имел бы доступа к Богу, но Христос пришел, чтобы установить раз и навсегда эту связь. Он сам сказал, я есть им пути истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Да, дорогие друзья, Христос все знает о нас, точно так же, как Он знал о Нафанаиле. Он видел каждую мысль Нафанаила там, где он сидел в одиночестве под своей смоковницей. Дорогие друзья, каждый из нас имеет свою смоковницу. Это наши тайные мысли, желания и стремления, о которых никто не знает, только один Бог. О, мой друг, знай, что каждую твою слезу, каждый твой сдох, который исходит из глубины твоего скорбящего сердца, который никто не видит и никто не слышит, видит и слышит Господь. Прежде чем ты услышал эту передачу, Господь уже увидел твои слезы. Они все сочитаны у Него. Да, Он видел тебя, Он знает каждую твою мысль и твое желание. Точно так же, как Он все знал о Самарянке, о Закхее, о Нафанаиле, до их встречи с Ним, так Он знает все и о тебе. Тебе остается только одно, иметь личную встречу с Ним, поручить целиком свою жизнь Ему. И тогда над тобою тоже откроются небеса, и ты увидишь больше всего того, чего мог бы себе и представить. Как Филипп некогда сказал Нафанаилу, так я хочу сказать тебе, мой дорогой друг, пойди и посмотри. Или как псалмопевец говорит, вкуси и увидишь, как благ Господь.